разнообразные живые существа населяют нашу планету они добывают себе пищу строят жилища выводят потомство любое проявление жизни связано с расходом органических веществ они поступают в организм во время питания но создавать эти вещества могут только зеленые растения как это происходит откуда берется крахмал в клубнях картофеля сахар в плодах винограда или в корнях сахарной свеклы органические вещества образуются в листьях в клетках столбчатой и губчатой ткани здесь особенно много хлоропластов содержащих зеленое вещество хлорофилл под действием солнечных лучей хлоропласты перемещаются и занимают такое положение при котором получают больше света перед вами схема одного из хлоропластов хлорофилл обладает способностью поглощать лучи света именно в хлоропластах впервые возникает крахмал из чего же он создается из почвы растение корнями поглощает воду затем по стеблю и сосудам листа она проникает в хлоропласты одновременно через устица в клетки листа поступает углекислый газ из воды и углекислого газа под действием энергии света образуется органическое вещество крахмал образование органических веществ зеленых растениях называется фотосинтезом из хлоропласта органические вещества перемещаясь по растению проходят по сосудам листа ситовидным трубкам стебля и используются клетками не содержащими хлорофилл одновременно в процессе фотосинтеза выделяется кислород который поступает в атмосферу так благодаря фотосинтезу происходящему в хлоропластах листа зеленые растения являются источником органических веществ для всех живых существ на земле фотосинтез AI dead гор n Продолжение следует...